Уже что-то должны увидеть. Флоксетин 20 мг, ланзетин 5, 2 недели. Да, вместе, вместе, вместе на ночь, прямо вместе. Обе таблеточки вместе принимаете на ночь. Потом следующее. Значит, если вам на 5 и 20 станет хорошо, всего на этом вы останавливаетесь. Если, скажем, ничего не изменится или станет немножко лучше, но нехорошо, следующие 2 недели вы 40 мг и 10 мг. 2 недели. В любом случае, через 4 недели вы мне, значит, пишите, мы связываемся и проводим коротенькую беседу в этом же, скажем, режиме. И уточняем. Значит, это первый вариант. Второй вариант. Через 4 недели, да, мы связываемся? Да, через 4 недели. Вот, 2 недели, 2 недели. Так, дальше. Значит, сейчас я... Следующий вариант. Следующий, второй вариант. Это использование одного из антипсихотиков. Значит, я уже понял, вы мне сказали, квитиопин что-то не пошел вам, да? Квитиопин. Ну, слава богу, под конец. Алло? Да, да, да. Хорошо, ладно, и не включайте видео. Не надо включать видео. Скажи, значит, так, вам квитиопин не пошел, да? Ну, как-то он меня, вроде бы, мучил. Ну, не знаю, можно попробовать. А второй вариант... Ну, я не знаю. Вы понимаете? Значит, так, либо квитиопин, либо аланзопин. Нет, вот первый вариант аланзопин с флуоксетином. Все. Второй вариант. Либо аланзопин 1, либо квитиопин. Но доза, конечно, квитиопина, вот, она должна быть не 150 миллиграмм, а минимум это 250, значит, 200-300 миллиграмм на ночь. Все. Аланзопин, значит, 10-15 миллиграмм на ночь. Да, это второй вариант лечения. И обязательно стабилизатор настроения. Вот. С учетом того, что... Не понял. Не понял. Куда вы исчезли? Так, все самое важное у нас идет с плохим качеством. Ну, ладно, уже слава Богу, уже все было хорошо. Да, уже мы заканчиваем уже. Значит, вы меня слышите? Слышите? Да. Сейчас слышу. Первый вариант я понял. Второй вариант не понял. Второй вариант. Либо квитиопин, либо аланзопин. Квитиопин доза от 200 до 300 миллиграмм на ночь. Аланзопин от 10 до 15 миллиграмм на ночь. И... А что ж такое, пацаны? Конец. Я вас слышу. Включите этот вот подзарядку. Может быть, разрядился телефон? Я вас слышу. Прекрасно. Ну, вот уже сейчас выбросило вас. Да. Ну, и где вы? Да, алло. Ну, вы слышите, да? Да, я видимость выключил. Да не надо видимость. Видимость не надо. Вы меня слышите? Так, давайте я выключу. Может быть, будет лучше. Да, я слышу. Сейчас я выключу себя. Так. Хорошо. Значит, второй вариант. Либо квитиопин на ночь, но не меньше 200. Между 200 и 300 миллиграммами. И аланзопин. 10-15 миллиграмм. И ламатриджин. Не вальпраат, а ламатриджин. Поскольку ламатриджин действует как профилактика, значит, возникновения депрессивной фазы. Вот. Вот и все. Значит. Так, смотрю. Второй вариант. Это аланзопин 200-300 миллиграмм. Нет, не аланзопин, а квитиопин. Квитиопин. Да. Или аланзопин 10-15 миллиграмм. И либо квитиопин, либо аланзопин в комбинации с ламатриджином. В комбинации с ламатриджином. Да, ну-то уже заканчиваем, заканчиваем. Давайте уже как-то дотянем. Второй вариант. Квитиопин 200-300 миллиграмм. Так. Нет, что-то по связи идет сбой где-то. Ну, я слышу вас. Говорите дальше. 200-300 миллиграмм и аланзопин сколько? Сколько? Ладно. И ламатриджин. Нет, что-то... Я вас плохо слышу, просто второй вариант. Ну, хорошо, второй вариант. Квитиопин 200-300. Услышали? Да. Или аланзопин 10-15. На ночь и тот, и тот. Услышали? Да. Теперь и добавить ламатриджин. Это норматимик, стабилизатор настроения. Теперь следующее. Следующее. Слушайте внимательно. С кем вы будете продолжать лечение там? Ну, не знаю. Может, с вами, наверное. Да, с нами. Со мной через 4 недели. Вот. А кто будет вас там наблюдать, выписывать и так далее? Это дядька или кто? Да, все это продается. Все это я возьму. Ну, хорошо. Хорошо. Все. Все. Значит, в случае, если, мало ли, что со мной может быть, аж старый человек. Вот. Значит, держите связь с тем доктором. И вот ему сообщите все, что я вам сообщаю. Кстати, вы ему можете дать прослушать даже эту штуковину. Если он нормальный чудак, он прослушает. Где вы? Что вы мукаете? Так, а ламатриджин сколько? Ламатриджин, ламатриджин так надо. Надо, значит, я вам сейчас брошу схему. Секунду. Как вы ее будете подбирать? Сейчас, секундочку, секундочку. Секунду. Да, сколько? Сейчас я вам схему брошу. Так, это не то. Это какая-то девочка написала мне. Сейчас, секунду. Ай, еле-пале. Сейчас я найду. Это не оно. Так. Сейчас, 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 сейчас. Слава Богу, все-таки основное удалось. Самое главное. Это уже мелочи. Так. Сейчас. Вот. Сейчас я вам брошу схему. Так, а если мне будет плохо, тревога, что тут делать с этим? Да ничего. Вот принимайте это. Не будет у вас. Значит, будет. Ну так, ну и что? А куда деваться? Не будет плохо. Поверьте мне, потому что то, что я вам назначаю сейчас, это отличается от того, что вам назначали тогда. Это разница. Это все-таки разница. И тут у вас шансы есть. А там шансов не было у вас никаких. Потому что неправильно, правильный поставил диагноз, а действия неправильные продолжал вам лечить антидепрессантами. Антидепрессанты вам не нужны. Так, сейчас я вам схему бросаю. Сейчас, секунду. Так, доктор, флуоксетин же, это же антидепрессант. Вот опять 25. Вот лечитесь. Мало ли что, я вам объяснил. Я вам объяснил. Он же антидепрессант, но он именно, это специальная форма вместе в комбинации с этим, аланзапином. Все, понял. Вот чем вся проблема. Если бы не было этой формы, я бы вам никогда уже никакого антидепрессанты. Я бы вам на втором варианте. Попробуйте этот вариант, если поможет, он очень многим помогает и хорошо помогает. Так, сейчас брошу вам схему. Вот. Во второй схеме квитиопин у нас идет 200-300 или аланзапин 10-15. А ламатриджин сколько? А ламатриджин, сейчас я вам бросаю эту схему. Как вы будете подбирать. Вот. Смотрите. Все, вон я вам бросил. О, вижу. Там самое важное. Важно знать. При появлении у вас на фоне терапии ламатриджином кожных высыпаний или кожного зуда, немедленно прекращайте лечение этим норматимиком. Даете мне знать, и я вам назначаю другой. Все. Ну, вот так вот. В общем, вот так и будем завершать нашу работу. Доставайте ламатриджин, доставайте флоксетин. Постарайтесь все-таки купить не местного разлива, а какой-то импортный. Есть у вас импортный? Да. И посмотреть по интернету, что есть. Да. Вот у меня есть, кстати, вот в Украине у меня есть один пациент. Такой богатый человек. Вот. Тоже долго ставили, где он только не был. И в Москве был. И у Минутка лечился. У Боброва лечился. И в Турции лечил. Боже мой. Всех украинских. Он сам из-под Киева и так далее. Это киевлянин. Ну, вот богатый человек. Очень богатый. Вот. И яд с ними долго возился. И, в общем-то, в конечном итоге я, значит, после трех лет я ему поставил диагноз. И вот он сейчас принимает ламатриджин. Этот вот. Кстати, флоксетин. Он тоже антидепрессанты не переносил. Ему было хреново. Я ему назначил карипаразин с ламатриджином, седолитом. Не помогал. Ну, помогало, но не так. Так, перевели его на флоксетин с аланзапином. Все. Он остался 5.20. И он исчез. Я ему сказал, я его имя могу назвать. Я говорю, Стасик. Все. Можешь больше не обращаться. И он уже где-то полгода ко мне не обращается. Все. Ну, это хорошо. Хорошо. Когда есть рабочая схема, можно жить и двигаться вперед. Конечно. А самое главное не схема. Самое главное правильный диагноз. Потому что если диагноз неправильный, то и лечение неправильное. Ну, а то вам просто повезло, что вот амитрептилин так действовал. Понимаете? Что он так действовал, что он вгонял вас в небольшую манию. В очень маленькую. А эта мания, она воспринималась как норма. Вот и все. А ковид изменил все. Это антидепрессанты. Вам не помогают. Поэтому диагноз есть. И соответствующим образом, значит, и лечение. Кстати, врач правильно все сделал. Почему он продолжает с упорством лучшего применения назначать вам антидепрессанты? Понять не могу. Вот и все. Он аргументировает. Я знаю, чем он аргументировает. Он говорит, поскольку у вас несколько атипичная депрессия. Это не атипичная депрессия. Он же поставил вам бар. С органическим компонентом нужно просто... Каким органическим? Каким... Вы понимаете, что такое органика? Вот если вы мне сказали бы, что мама вас рожала в муках, вы родились семимесячным, вы были обвиты пуповиной, вот тогда можно было сказать органика. Но органический компонент должен был присутствовать с самого рождения. У вас там все в порядке. Два МРТ головного мозга. Значит, не надо органический компонент. Какой черт вы? Сделайте МРТ. Вот сделай. Надо было, чтобы он сказал, сделай МРТ. И посмотри... Я не понял. Не понял. Если в МРТ там ничего нет, там все чисто. Ну так все, какая же органика? Откуда он взял эту органику? Вот в чем я... Тут он уже спекулирует, понимаете? Вот я вам хочу сказать. Не знаю. Он, 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 на меня 85% производит нормального. А 15% вот не хватает до 100. Не дотягивает. Потому что правильное как будто бы рассуждение. Он думает, он рассуждает, но вот нет, на каком-то этапе все. Дальше идет уже абсолютно порочное, неправильное, спекулятивное мышление и соответствующие такие же спекулятивные и неправильные действия. Вот и все. Понимаете? Вот вам и все. Ладно, все. Не будем там никого критиковать. Я вам просто, значит, объясняю. Органики нет. МРТ все нормально. В родах вы не получали. Энцефалии там не болели. Менинги там не болели. Инсульта не было. Какая нафиг органика? Вам 47 лет. Вот если вам было 80 лет, ну, тогда другое. Там уже действительно органика сосудистая. Вот и все. Все. О, ладно. Значит, вот это делайте. Схема очень подробная. Там расписано, на какой вам остановиться, на каком продолжать. И самое главное, вот, чтобы не было этих побочных эффектов. И через 4 недели тестирования флоксетина с саланзапином вы связываетесь со мной. Все. Сейчас вы включитесь и мы будем заканчивать. Значит, вы слышите, да? Да. Значит, через 4 недели. Да, я слышу. Да, через 4 недели тестирования первой и второй схемы комбинации аланзапина с флоксетином. Я жду вас, вашего сообщения, и мы с вами встретимся и обсудим. Хорошо. Пока-пока вот эта, вот эту схема пока-пока с ламатриджином, пока она, скажем так, она в резерве. Сейчас у нас рабочая схема в течение 4 недель аланзапинская с этим вот, с флоксетином. Все, ладно, завершаем. Так, ну что, вот такие дела, уважаемые слушатели. Видите, вот, видите, своеобразное тоже. Своеобразный бар. Своеобразный бар. Своеобразный. Вот. Интересный случай. Очень интересно. Что меня больше всего заинтересовало? Правильный поход врача на 85 процентов. Ну вот, понимаете, подошел, подошел, а дальше не пошел. Ну, слава богу, я эти 15 недостающихся, я добавил. Слушайте, интересный случай. Все. Спасибо. Сегодня у нас уже 15 марта 2023 года. Среда. Скорая пятница для работающих. До свидания.